Я представляю общественную организацию Гильдия мастеров народных ремесел Испольки Калмыкия Адьяева Екатерина Реджина Традиционное валяние войлока То есть то валяние, которым занимались наши предки Все кочевые народы В 2009 году у нас была создана Общественная организация Гильдия мастеров народных ремесел Испольки Калмыкия Организация общественная С легкой руки Светланы Гариной Я попала с Лукиной Ириной Станиславной Вот вы слушайтесь Международный симпозиум По Волоку, Волок и современности Он был в Казани, Татарстан 2009 год Все кочевые народы Казахи, Алтайцы, Башкиры Все оказывается этим занимаются уже давно То есть они возродили свои народные ремесла И этим занимаются На уровне правительства Нам конечно было очень стыдно Но мы участвовали в этом симпозиуме Читали доклад Светланы Гариной И что я удивилась В программе этого симпозиума Был мастер-класс Он назывался традиционный Волочный калмыцкий мячик Его давала женщина с Питера Женский клуб Парасковея Меня конечно немножко это задело Что наш калмыцкий мячик Кто-то вот нам преподает Я пыталась до этого здесь В листе этот мячик сделать Он у меня не получался Такой какой должен был Я просто брала допустим кусочек стишельца И начинала его валять А вот где мой мячик? Вон там где-то Вон-вон-вон Нет, вон-вон Нельзя его открыть И оказывается там такой небольшой секрет И вот этот мастер-класс мы прошли Потом значит тут же на этом симпозиуме Ко мне подошла завидующая домом творчества Башкирии Которая знает про нашу вот эту вот стежку по войлоку Она мне начала говорить У вас такая стежка модная, шикарная Там так далее Я про эту стежку ничего не знала Стежка это у западных монголов У сензиатских калмыков И только у нас В основном у всех валивания аппликация Естественно видите что Это же экологически чистый продукт Это же как бы сама природа нам его дала Даже вот Башкири говорят Овца весь день гуляет на солнце Впитывает всю эту энергию солнечную И нам она дает Так нам нужен мыльный раствор Горячая вода Раствор должен быть горячий Применять лучше всего мыло хозяйственное Ну вот просто запах хозяйственного мыла не очень Детское мыло можно И еще очень хорошо облепиховое Оливковое мыло, да? Оливковое Какое бы это мыло? Которое на основе масла Но у нас калмыки валяли просто холодной водой Там же видите шерсть была же не стиранная Зунгута, джиропут Он как раз и сваливает эти все ворсиночки Вот значит у нас уже вода готова По чуть-чуть раздетьте вот сюда вот Так вот теперь смотрите У кого руки намокли Пожалуйста сразу полотенчиками У нас рука должна быть сухая Смотрите, шерсть В общем шерсть предварительно должна быть Ну желательно, чтобы она была чистая, стиранная И должна быть чесанная То есть она должна быть равномерная Видите она какая? Если она немножко там скаталась Можно рукой вот так поправить И вот смотрите Берем небольшие кусочки пряди Вот так вот Вот смотрите за мной Прям повторяйте Небольшие кусочки пряди, шерсти Отрывается откуда хотите Вот у вас значит пленочка Вы на половинку этой пленки Потому что вторую половинку мы будем прокрывать Вот первый ряд наложили У вас было направление вот сюда, вертикально Теперь второй ряд Передюхлява То есть вы укладываете горизонтально Ясно, да? Что надо в другую сторону Вот так рукой немножко поджимаете Следите за моей рукой Вот так вот Хорошо валяется нестиранная шерсть Очень хорошо, но она пахнет Она валяется моментально за счет жиропота Ну кто может, можно валять Желательно 7-8 Потому что она же уплотняется Бывает продажи Одна кипа там 450 килограмм Но она не чесаная Мы шесть выписываем Вот если уже не хочется руками Так, ну тут мне по-моему здесь четыре слоя Мне кажется хватит мне Вы сделаете шесть слоев Вот так придавливать, и ничего страшного Если вы взяли обычную шерсть барашки Вот по стыке барашки Вы ее кидаете У всех, наверное, есть такие сетки железные Дома, да? На эту сетку кидаете Прутьями ее взбиваете, пушите Весь мусор падает И ложите вот на такое полотно И пожалуйста валяйте Так, вот когда вы все это сделали Можете мочить шерсть Как угодно Рукой там, брызгалкой Вот видели в фильме С фельдрат-буршлагом Но надо, чтобы воды было достаточно Не слишком много Чтобы ручьем не велось Так, начинаю я вот этот слой Что-то там работает Опрыскивать мынной горячей водой Смачивайте хорошо Лишняя вода, она уйдет Можно взять Вот такую вот тюрь У нас такая уж у всех, наверное, есть, да? Или вот такую сетку строительную Вот ее выложите сверху Тогда можно не мочить Можно просто Мыльным, вот так вот, мыльным руками Мылом, вот так вот можно Вот не брызгая Это я вам просто показываю Это уже, как бы я сама до этого дошла Хорошо намочили Теперь вот второй слой, который у нас был Сверху мы его закрываем Так, значит, смотрите Второй слой пленочки вы сверху накрыли Рукой немножко придавливайте То есть мы лишнюю воду выгоняем, да? Берите по скалке Каждый Лучше всего деревянную Она тяжелая, хорошо будет валяться Значит, плотно-плотно закручиваем Прям плотно-плотно Да, здесь, конечно, можно завязать Вывевка, бечевка, чем хотите Любим подручным материалом Я вот использую вот такие вот резинки Манковские Как бы легче и удобнее И начинаем процесс валяния Руками, ногами, локтями, чем хотите Сначала, значит, лодки такие движения Потом, значит, все тверже и тверже Как бы изо всех сил уже Здесь, конечно, нужна физическая сила И вот как будто мы тесто раскатываем Кидают с какой-то высоты Вот наши предки так делали Потом привязывали к лошади Катали по земле, вы наверное видели Разворачиваю и смотрю Вот если шерсть сцепляется Значит, она еще не свалялась Вот я смотрю Мне вот надо эту пленку отодвинуть Вот у меня, смотрите Уже оно не прилипает И здесь у меня она мокрая То есть мне не нужно Да, мне не нужно здесь воды Я, значит, смотрите Еще раз закрываю В другую, противоположную сторону То есть на 90 градусов Да Вот так я снова сворачиваю И в другую сторону катаем Все, для плотности мы еще его Катаем, катаем Правильно, локтем Кровя мы обычно обрезаем Чтобы экономить, можно вот так вот Это же зависит, что вы будете делать Да Шердык будете делать Вы там сумочку будете делать Устали? Да Шердык, это бы 40 на 40 Да Чтобы у нас табареточку Ну раньше они же валяли под 10-20 человек А там и лошади же вошли? У лошади Нет, у нас не лошади Мы же прямо так стояли Все толку Кидали, да Там же весь хатон собирался Так, у кого уже такое нормальное Значит, полоскаем в теплой водичке Полоснули, в целлофан укладываете И домой забираете Да, но самое главное Ведя домой надо вытащить Чтобы она у вас там не задохнулась Да Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok